Здравствуйте! В одном из выпусков нашей рубрики мы рассказывали о том, как устроена система оповещения о чрезвычайных ситуациях в разных странах мира. И сегодня мы поговорим о том, как устроена система гражданской обороны в таких странах, как Швеция и на одном из островов Средиземного моря, Кипре. Во время создания республики Кипр на острове не было организованной гражданской обороны. Только в 1964 году был принят закон об организации политических сил и служб обороны, обучении населения гражданской обороне и строительстве убежищ. Департамент гражданской обороны Кипра является структурой Министерства внутренних дел. Офицеров обучают тому, как действовать во время землетрясений, цунами и наводнений. Во время чрезвычайных ситуаций департамент также опирается и на помощь добровольцев, прошедших специальную подготовку. На Кипре сотрудники ГО в основном помогают бороться с наводнениями, откачивают воду из затопленных домов и убирают поваленные деревья, а также помогают эвакуироваться жителям деревень, к которым близко подступают лесные пожары. В Швеции первый закон о гражданской обороне был принят в 1948 году. Вся территория страны разделена на шесть округов гражданской обороны – Восточный, Южный, Западный, Бергслогенский, Нижнеорландский и Верхнеорландский. В системе шведской гражданской обороны созданы специальные службы – управление, аварийно-спасательное, противопожарное, медико-санитарное, охраны порядка и другие. Предусмотрено также создание аварийно-спасательных отделений по 8 человек, обычных с легким спасательным оборудованием и тяжелых со специальной техникой. Кроме того, созданы специальные подвижные аварийно-спасательные колонны, которые закреплены за наиболее крупными городами страны. В распоряжении региональной гражданской обороны также находятся авиационные группы, которые формируются совместно с аэроклубом в Швеции за счет добровольцев. Они занимаются радиационной и химической разведкой, а также обеспечением связи и перевозками. В Швеции важное значение придается вопросам создания широкой сети защитных сооружений. Помимо стандартных, в наиболее крупных городах Швеции созданы 15 убежищ скального типа, общей вместимостью около 100 тысяч человек. Эти убежища, вырубленные в скальных породах на глубине 15-20 метров, могут выдерживать избыточное давление до 10 атмосфер. Большая часть этих сооружений в мирное время используется под склады, гаражи, мастерские, кинотеатры, кафе.